Всем привет! Сегодня в ролике я вам покажу прикольный скрипт для Shindelife. Для этого нам как всегда потребуется чит. Ссылка на него и сам скрипт как всегда будут в описании. Первым делом, что нам нужно сделать, это естественно скачать и открыть чит. Далее, после этого нажать на кнопочку Inject и ждать пока мы с вами заинжектимся. Также, кстати, иногда может происходить такое, что у вас появляется пустое окно и оно не пропадает. В этом случае, если это у вас случилось, просто наводитесь на иконку Роблокса в нижней панели и закрываете на крестик. После этого нажимаете еще раз на кнопочку Inject. И как видите, сейчас получилось. Все отлично, мы заинжектились, вставляем скрипт и нажимаем на кнопочку Xcode. Так, теперь остается только подождать, когда он загрузится. В принципе, это происходит не быстро. Ждем пока он появится. Все отлично. В принципе, функций здесь немного. Но в основном автофарм есть, я думаю, больше в этой игре ничего больше особо-то и не нужно. Давайте начнем, в принципе, с простых функций. Допустим, Infinity Jump. Как видите, сейчас у меня только есть двойной прыжок. Включаем. И как видите, это работает. Я даже каким-то образом на дерево залез сквозь ветки. Прикольно. А Noclip есть. Давайте быстренько посмотрим. Проверим. Включается, получается, на N. Тоже работает. Можно выключать. А здесь почему-то два Noclip'а. Получается, один на N включается, другой на G. Получается, с какой кнопки вам будет удобнее, с такой кнопки и включаете. Также есть Fly. Давайте проверим. Тоже работает. Ну и давайте, в принципе, посмотрим автофарм. Первый автофарм это Локс. Это получается, как я понял, тренировочное дерево. Дамаг наносит, но, как видите, не всегда получается у него дамаг наносить. Просто скрипт так написан, немножко криво. Но вообще, в целом, я все оставшиеся скрипты тоже проверял. Во всех работает, если честно, не очень автофарм. Но, хотя бы так, но работает. Так, можно выключить. Далее, Event Bosses. Давайте включим, посмотрим. Ну, как я понимаю, нужен ивент на босса. Возможно, он еще не начался, либо уже закончился. Его больше не будет. В принципе, кто играет, я думаю, поймет. Когда он там начинается, этот ивент. А дальше, автофарм мобс, включаем. Как видите, автофарм тоже идет. Дамаг, в принципе, наносится. И давайте подождем, пока убьем какого-нибудь моба. У меня получается сейчас 78 уровень. И, как видите, когда я убил моба, уже стал 83. В принципе, автофарм на мобах тоже работает. Иногда, конечно, они вас будут убивать, вот как сейчас меня убили. Но через 20 секунд вы появитесь и опять начнете их убивать. Можно, в принципе, пока что выключить. Также есть автофарм данжен. Это получается... Не помню, как переводится, но, короче, данжи. Давайте проверим, не знаю, получится, нет. А, смотрите, данжен здесь по-другому. Это получается, как я понял, другие мобы, которых мы тоже убиваем. Я просто думал, что про данж, и в этом данже будут находиться мобы, которых мы будем убивать. Вот, ну ладно, в принципе, не суть. И автофарм босс. Вот, ну получается, босс. Как видите, тоже потихонечку мы его убиваем. И вроде бы даже как убили, кстати. У меня уже сотый уровень. Вот, в принципе, мне кажется, выгодно на боссах фармиться. Но, как видите, босс тоже вас может иногда убивать. Так, давайте посмотрим, что здесь еще есть. А, есть SP. Получается, 4 вида. А, это не 4 вида, он получается, SP по-разному работает. То есть, если мы включаем name, SP, пропадают названия. Плеер. Это, получается, показываются игроки. А, это кнопка включить, получается, SP. И последнее. Это у нас дальность, типа того. В принципе, функции тоже работают. Автосервер хоп, это вроде бы функция, которая вас будет телепортировать на другие сервера. Но, в принципе, я думаю, от нее толку никакого нет. Получается, просто вы перезайдете, грубо говоря, в игру. А, давайте посмотрим еще B-Feret. Не знаю, что эта функция дает. Ну, что-то у меня стало со скином. Почему-то меня всегда убивают. Я, походу, оттпкнулся около босса. Давайте, оттпкнемся к доскам тренировочным. Все, чтоб меня никто не убивал. И эту функцию выключим. В принципе, бесполезная. Давайте умрем, если получится. Нет, не получилось. Так, ладно. И остается последняя функция. В правом, получается, окошке. Это InvisCam. То есть, невидимость, вроде бы как. Но тут написано еще Cam. Это, по идее, мы должны летать невидимыми по карте. Но что-то не работает. Ладно. Вообще, что-то у меня с персонажем стало. Я даже двигаться не могу. Не понимаю, почему. Автофарм будет работать? Да, автофарм работает, кстати. Ну-ка, убить меня, кстати, смогут или нет? Давайте посмотрим. Ну, пока что, слушайте, не убивают. Возможно, кстати, вот то, что я включал. Be. Верет. Эта функция поможет вам не умереть. Вроде бы она, наверное, так и работает. Потому что пока что я не умираю, как видите. И левел очень быстро прокачиваю. Это круто. Так, ладно, выключаем. Куда-то я бегу сам по себе. Так, что у нас здесь еще осталось? Давайте посмотрим. Волкспид. В принципе, стандартная функция. Просто пишите, получается, скорость, которую вы хотите. И она к вам применяется. Джампавер. Это получается высота прыжка. Дальше. Фпс. Кап. Это получается, как я понимаю, либо повысится, либо понесется фпс. Либо просто станет стабильным. Скролл фарм. Это получается скрыть фарм. Автовар. Это автоматическая война. Тоже получается по типу автофарма на мобах. Но, как я понимаю, они другие. Типа специально для войны созданы. И на них мы фармимся, получается. Авторанг. Это прокачка авторанга своего, получается. Не знаю, как это посмотреть. Дальше у нас апгрейды. Как тут вот заходить в панельку, я не знаю. Может быть, кнопка какая-то есть. Вот. Меню на М английскую. Значит, смотрите. У меня сейчас ХП 5. Тейл 5. Нин 4. И Чи 4. Допустим, я хочу прокачать Тейл. То есть, это удар. Находим. Это название. Чё-то я его здесь не вижу. А вот, всё, нашёл. И, как видите, автоматическая прокачка пошла. Как видите, у меня поинты тратятся и прокачивается, как я понимаю, сила. А так же работает и с жизнями. И, в принципе, со всем остальным. Ну, в принципе, вроде бы всё показал. Давайте напоследок ещё включим автофарм на босса. Посмотрим, как быстро я его буду убивать. Ну, слушайте. Вроде бы как я быстрее стал его убивать. А, возможно, всё-таки В быстроте убийства помогло... То есть, помогла функция Би Верет. В принципе, можете включить, если она реально помогает, и тем самым фармится. Ну, ладно. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok